Добрый день, дорогие друзья! С вами Игорь Савинчук, автор системы Побед, Пяти Побед, Трансформации 6 и блога «Как похудеть легко и навсегда». И в этом видео, подготовленном совместно с американским порталом Nutrition Facts.org, мы поговорим с вами о том, что такие болезни, как кариес и повреждение сосудов, зависят прежде всего от вас. Многие из сегодняшних врачей, которые практикуют здоровый образ жизни, были в значительной степени вдохновлены примером и опытом Натана Притыкина, пионера в этой области, который начал возвращать вспять болезни сердца посредством диеты на растительной основе и физических упражнений, очищая артерии без лекарств и без хирургического вмешательства. Но откуда он об этом узнал? Мы думаем о сельских районах Китая, как вместе с наименьшим количеством заболеваний, или об Африке. Притыкину было 43 года, когда он узнал от своего кардиолога, что был в большой опасности смерти от сердечного приступа. И с этого момента он стал жить на диете по образцу черного населения в Уганде. Это население, которое выживает с помощью растительной пищи, и у этого населения практически вообще не было смерти от сердечных приступов. Натан Притыкин после лечения своей болезни сердца с помощью диеты на растительной основе понял, что может сохранить жизнь тысячам другим. В прошлом году международный журнал эпидемиологии перепечатал замечательную статью 50-х годов, которая начиналась с шокирующим заявлением. У африканского населения Уганды ишемическая болезнь сердца практически отсутствует. Наша причина номер один смертности, а там не существует. Что же они едят? Они едят бананы, сладкий картофель, другие овощи, кукурузу, проса, тыкву, помидоры, зеленые листовые овощи. Вот все, что они едят. Их белок практически полностью состоит из растительных источников. И уровень их холестерина был в норме. И чтобы это доказать, посмотреть как, обратили внимание на современных людей, которые придерживаются здорового питания. Наряду с эффектами их диеты и уровня холестерина в крови, исследователи не могли других выяснить причин для того, чтобы исключить болезни сердца. Только эти, только правильное питание. Выводы 50-летней давности также актуальны и сегодня. Они показали, что правильное питание является ключом, который изменяет установленный, хорошо признанный фактор риска для сердечных приступов. Дело в том, что это контрастирует с последних десятилетий. Ищут отчаянно, ищут наука, ищут какие-то там методы предотвращения сердечных заболеваний. Они простейшие. Просто правильное питание и нормальный здоровый образ жизни. Нет никаких. Есть все факторы риска. Нужно контролировать только уровень холестерина. Это фактор, который очень важен. Об этом знают все в течение 50 лет. И можно сделать все в этом направлении. По словам главного редактора американского журнала кардиологии, в этом году он говорил, Единственный фактор риска, необходимый для убийцы номер один, это атеросклеротических бляшек, это повышенный уровень холестерина в крови. Чтобы снизить наш уровень холестерина, мы должны отказаться от потребления трех вещей. Трансжиров, нездоровой пищи и животных продуктов. Это большинство жиров в основном в продуктах животного происхождения. И вредный холестерин, который нам вреден, который нам не нужен, он находится исключительно в продуктах животного происхождения. Либо в трансжирах. Это растительные жиры, которые химическим путем делают твердыми. Для того, чтобы их было легко использовать в кулинарии или еще где-то. Маргарин, например. Международный журнал эпидемиологии перепечатал статью доктора Шейпера, которому сейчас 97 лет. И попросил его лично задуматься над этим новаторским исследованием, с которым он выступал полвека назад. Они подумали, что он будет рад тому, что его статья на самом деле помогает. И отношение к питанию было изменено в последние годы. Однако, к его личному удивлению и разочарованию, нам по-прежнему не хватает приверженности к диете. И вполне вероятно, что атеросклероз и его осложнения будут следовать за нами в течение следующей половины столетия. Доктор сказал, что болезнь сердца может быть выбором каждого, как и проблемы во рту. Если вы посмотрите на зубы людей, живших более 10 тысяч лет назад, до изобретения зубной щетки, они в значительной степени их не беспокоили. Они не чистили зубы ни одного дня в их жизни. Ни пастой, ни ниточками, ни какими-то замечательными средствами, ни водой. И у них почему-то они не были подвержены зубным болезням. Это потому, что конфеты не были изобретены. Почему люди все еще имеют проблемы с зубами, когда мы знаем, что это предотвращается нормальным питанием? Просто потому, что удовольствие, которое люди получают от десерта, может превысить стоимость и дискомфорт от стоматолога. Вот и все. Обратите внимание на то, насколько долго люди понимают последствия своих действий. И я могу на самом деле напомнить людям об этом. Потому что все мы сознательные люди. Все мы понимаем, что можно, что нельзя. Но на самом деле пока гром не грянет, никто на это сильно не реагирует. Если вы взрослый человек и решаете, что выгоды преобладают над рисками для вас и вашей семьи, а затем идете на это, ну, я иногда-то слышу, знаете, радуюсь, что кому-то сделают хороший имплант поставили, да, вместо зуба. А если вместо замены зубов вы говорим об удалении бляшки в артерии, да, это тоже болезнь, которая может быть устранена изменением нашего питания. Каковы последствия для вас и вашей семьи? Теперь мы говорим о жизни и смерти. Наиболее вероятная причина смерти большинства наших близких – это болезнь сердца. Но все по-прежнему зависит от каждого из нас, чтобы сделать наши собственные решения относительно того, что есть, как жить. Но мы должны принимать наш выбор сознательно. Я уверен, что вы смотрите мое видео и предпримете сознательный выбор правильного питания. С вами был Игорь Целенчук, автор системы «Пяти побед» и «Трансформации 6», а также блога «Как похудеть легко и навсегда». Я вам желаю счастья, здоровья, вам и вашим близким. И мы с вами еще много-много раз увидимся.